Агропромысловый комплекс на контроле у прокуратуры. Правооховники что-то день выезжают на сельско-господаршее предприемство, как провести проверку, как о господарках притрымливаются законодавства и заховывают уластность при проведении уборочной кампании. На сегодняшний день проверены все предприемства Гумерского района. Так само у поля сроку – утримание буйной рогатой живелы и молодняку. Подчас черговой проверки были выявлены порушения УКСУП Урыцкая. Голодные позерки телят, которые находятся на откорме, – забрудженные сараи и потекшие дахи. Это-то порушения, которые сразу кидаются у ВОЧС. Прокуроры в области Гумерского района наведали ферму ближе до 11-ти годин. До этого часу живел, как рассказали на предприемстве, не было махчимости покормить. Нету раздатчиков. То есть эти тоже голодные? Один кормораздатчик, вы хотите сказать, накормит, и там, и здесь, и все, и фермы? Он накормит, да. Машина те то взломалась, те то працуя, а одразу на некольких фермах. Тут версии супрацовников разышлися. Почему у вас кормораздатчик не работает до сих пор? Кормораздатчик работает, обломала натяжитель, поехал на сварку, уже выехал. Мне бригадир пояснил о том, что они кормят маяк, так всегда? Нет, он здесь, он здесь. Так а почему тогда пустые? Сейчас будет еще кормить. У господарца неналежным чином бядется улик колькости живелы. Отповедный журнал не заполнялся неколький дён. У минулого года у Ксупа Рыцкая были узбуджены три криминальные справы по падежу крупной рогатой живелы. У целом по области назирается снижение такого рода злочинствов. В истекшем периоде 2023 года возбуждено 49 уголовных дел по фактам преступлений, связанных с сокрытием падежа скота. Следует отметить, что в сравнении с 2022 годом произошло снижение. Однако уголовные дела по-прежнему возбуждаются. И именно по Гомельскому району возбуждено в этом году пять уголовных дел. Два из них в Урицком. Сегодня мы увидели то, что животные не накормлены. По содержанию скота, следует отметить, что животные находятся в занавоженных сараях, подтопленные водой. При этом все животные загрязнены и, как мы видели, они истощены. В связи с погодными условиями, так как все видят на сегодняшний день, последние три дня ливневые дожди, да, есть немного проблемы по санитарному состоянию, по кормлению, так как техника в полях не идет, застреет, буксируем, то есть есть небольшие срывы с кормлением. На предприемстве обецают усе недохопы ликвидовать в ближайший час. А лишь есть талятники, которые пустуют омаль год, а прибрать гнозы, по словах работников, не омахчимости. Да и прокуроры указывают на недохопы не в первый раз. И это, на жаль, не усе порушенне. Правооховники выявили неналежное заховывание ветеринарных препаратов и отсутность дат распечатывания на флаконах. Данная проверка была контрольная. Две недели назад буквально проверяли данное предприятие, другие МТФ. Вместе с тем, на настоящий момент выявлены аналогичные нарушения. Необходимо ответить, что прокуратура района по всем фактам носится акт прокурорского реагирования, в котором в последующем проверяется исполнение данных актов путем проведения контрольных проверок. По результатам данной проверки будет рассмотрен вопрос по привлечению виновных лиц к дисциплинарной ответственности, а также к административной ответственности. Прокурорские проверки у регионе будут проводиться и в дальнейшем. Светлана Главко, Александр Чернышевич, телерадиокомпания «Гумель». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова